Всем привет! Я Эра Спешка, я непригодная для жизни, я мужик в юбке. Среди моих знакомых женщин с большой буквы есть и такие, которые живут со своими мужчинами, которые в принципе творят какую-то дичь. Кто-то платит алименты, но только не по собственной воле, а по решению суда. Кто-то не гнушается спать со своей тёщей, кто-то не гнушается спать со своей женой в групповухе, кто-то не имея за душой ни гроша, сдаивает со своей женщины все деньги и женщины ради них продают свои хаты. Кто-то скрывается от кредитов за границей, повесив кредиты на мать и сестёр. В общем, мужчины разные, очень разные. И у меня вопрос, а каковы критерии мужчины? Я не достойна, конечно, такого встретить, мне просто любопытно. Расскажите, есть ли настоящие мужики и какие они? Окей, расскажем. Ребята, всем здорова! Санна, значит, на связи. Только она как-то перемешала всю эту кашу, как бы, гречневу с ячневой, да? Понятно, то есть мужики, скрывающиеся за границей от кредитов, как бы, да? Вот, и настоящий мужчины, который там, типа, я, ну, и перемешал это всё. Я РСП, я мужик в юбке, как бы, ты, ну, ты к чему это сообщаешь, как бы? Ну, ты чё, ты, типа, любишь стропонить, что ли, ты мужик в юбке? Ну, это как, ты любишь доминировать, что ли, к чему это было сказано? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, для чего? Кто такие настоящие мужики? Ну, настоящие мужики, ну, допустим, вот я не настоящий, а нормальный мужчина. Мужик, это, как бы, знаете, вот, я не помню, честно, не сориентирую вас по датам, как бы, там, когда-то выражение зародилось, но там в царской России, когда-то ещё было, там был мужик, мужик, ну, типа, как бы, батрак, да? Обычный крестьянин, да, который вот работал, платил оброк, там, и так далее, крепостной, возможно, вот, честно, нет, это не скажу там точно, как бы, да? Вот, но это было там в древности, как бы, да? То есть мужик, который пашет, всю жизнь свою пашет до самой смерти, как бы, да? Вот это вот мужик. Вот, если он, как бы, он берёт, обеспечивает эрспеху, как бы, да, в принципе, применимо сказать мужик. То есть, как бы, он пашет, обеспечивает какую-то вообще непонятную бабу, в принципе, то же самое, что платил оброк, непомерный, причём оброк, как бы, там, царю своему, да? А мужчина нормальный, настоящий мужчина, так скажем, да, в кавычках настоящий, который в первую очередь думает о себе, о себе, о своих близких, как бы, и не то, что знать, там, близких. Близкие люди, они не обязательно должны быть родными. Это может быть друг очень хороший, допустим, да? Ну, почему? Это близкие. И думать о человеке, это не значит, допустим, там, обеспечивать его, а просто думать, помогать ему, как бы, даже морально, вот. Вот это нормальный мужчина. Заботится о своём здоровье, заработает для себя деньги. Встречается с адекватными, подчёркиваю, женщинами, которые такие же, в принципе, как по складу ума и характера, такие же, как и он. Ну, вот это так вот в общих чертах, это нормальный мужчина.